Слава Господу, дорогая Церковь, еще раз вас всех приветствую, мир вам, наше время быстро убегает. Я хочу делиться Божьим Словом, и, наверное, каждая проповедь служителя, не в зависимости, это здесь или любой пастор, он ревнует о служении, он ревнует о Церкви, он ревнует о Боге. И, конечно же, проповедь, она всегда имеет вот эту середину того, что Слово Божье показывает и хочет, в чем мы двигались и здесь жили, и были участниками Божьего Царства. И поэтому я искренне хочу сказать, я ревную. Ревность должна быть по рассуждению, не глупой, потому что, когда человек или муж, жена друг друга любят, сегодня много параллелей, и как бы человек сказал, я не ревную, такого не бывает, такого не бывает. Если ты любишь, ты не можешь не ревновать, потому что сам Бог написан, написано, до ревности любит дух, живущий вас. Сам Бог ревнует. Он любит Израиль, и когда Израиль уклонялся, что Господь, Господь ревновал. Поэтому это нормальное состояние, но опять же я хочу сказать, что это не должно быть нерассудительным, когда люди кидаются в какие-то страшные, страшные стороны. Я буду сегодня говорить Слово Божье, как и прежде. Вы знаете манеру моей проповеди, вы знаете мой посыл, мои эмоции, стиль моих передач, в которых я стараюсь передать те или иные мысли. Поэтому кто-то говорит, я очень громко проповедую, кто-то говорит хорошо, а кому-то даже тихо, у кого может быть и физически слабый слух, трудно всем угодить. И я об этом думаю, если честно. Мне не хочется, чтобы моя проповедь, она расстраивала вас и как-то приносила вам какой-то дискомфорт. Конечно же, я не только хочу заботиться о внешнем восприятии и каком-то комфорте, находясь в служении, но я хочу, чтобы мы внутренне переживали Божье помазание. Я ревную о Божьем помазании, я ревную очень о Божьей силе. И хочу сегодня делиться, и это будет тоже иметь оттенок, говоря о переживаниях народа Божьего или Церкви Божьей. Безусловно, время затянулось. Мы сегодня задержимся здесь. И я хочу вам предложить Слово Божье, которое будет называться простым выражением. Не стой вдали. И может быть, у меня от ревности выскочит некоторое выражение. И это не из какого-то негодования или моего недовольства, это из ревности. Из ревности, потому что я помню однажды, это было не раз, на какой-то технике, и это было не раз, это много случаев, тянул прицеп. И земля была грязная, ну, топ такая болотистая. И мы увязли. Я вперед-зад, вперед-зад. И чем больше я буксую, тем больше автомобиль проваливается в эту грязь. Не раз приходилось делать один такой важный шаг. Я отцеплял прицеп. И когда я отцеплял прицеп, водители вы знаете, правда? Чуть вперед-зад, вперед-зад, и сам автомобиль выезжает из этой грязи. Но груз, прицеп остается в грязи. Мы берем трос, потом дополнительную технику. Не об этом сейчас. Я хочу показать одну историю, их будет сегодня несколько. Какой-то внутренний трепет у меня, не знаю почему. Я всегда стараюсь быть открытым и честным. Это описывается в книге Царств, 4 книга Царств, 2 глава. Мы прочтем немаленький текст, но на чтение я буду обращать внимание на определенные мысли и делать небольшие паузы. Здесь описывается история двух служителей. Ярко выраженная история связана Ильей, который был Божий помазанник, на котором была Божья благодать. Это был сильный служитель. Второй служитель был слабый. На тот момент это был всего лишь слуга. Елисей. Его знали как помощника Ильи. К нему не относились, как помазаннику Божьему, через которого однажды будут воскрешать мертвые. Они воспринимали его простым служителем, просто помощником. И вот мы читаем эту историю. Настает время, когда Бог подводит к завершению служения пророка Ильи. Его земная жизнь, его духовная жизнь, воля Божья в нем, через его полностью исполнилась. Что хотел Бог сделать через него, все сделано. Настает время, когда Господь открывает самому Ильи, Ильи, я заберу тебя от земли. И Илья поворачивается к Елисею и говорит, Бог меня заберет. Ты можешь остаться здесь. Ты можешь уйти. И при всем этом, очень интересный сюжет этой истории. Сотни пророков были в разных городах. И как ни странно, они имели откровение, что Илья будет восхищен от земли. Итак, мы видим картину о великом Божьем помазаннике, через которого было в Израиле сильное движение Духа Божьего. Его можно назвать пробуждением в какой-то мере. И вот настает момент, когда если Илья будет восхищен от земли, что будет с помазанием в будущем? Что будет дальше? Кто будет дальше нам возвещать великие Божьи откровения? И смотрите, какой очень интересный момент. О Его восхищении знали все верующие люди. Откровения, пророческие откровения имели все. В крайнем случае, как минимум, большая часть. Я делаю предисловие, чтобы вы понимали, и для вас не было новостью о том, что я буду сейчас читать. И вот эта картина, жизнь, народ, служение. Давайте обратим внимание. Старайтесь высвечивать, чтобы все было видно. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Голгава. И сказал Илья Елисею, останься здесь, «Ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. Итак, мы можем посмотреть географическую карту. Из Голгава они идут в Вифиль. «Подходя к Вифилю, и вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, умолчите». «И сказал ему Илья Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон. И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли в Ерихон. Итак, они вышли из Голгава, подходя к Вифилю, и встречает группа сынов пророков. И Илья тоже говорит Елисею, «Тебе не обязательно идти за мной». Это был вызов. Это было испытание. Елисей принимает решение, «Если Бог посылает тебя в Ерихон, я пойду с тобой». «И подошли сыны пророков, которые в Ерихоне, к Елисею, и сказали ему». Итак, пророки были во всех городах. Их было много. Обратите внимание. Это очень серьезное слово. Оно переворачивает меня внутри. Итак, пророки на пути двух этих служителей встречают их всегда и говорят в один голос одно и то же пророческое слово. И Илья будет вознесен. Церковь будет вознесена. Божье дело будет восхищено. Мы можем продолжать. «И подошли сыны пророков, которые в Ерихоне, к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над главою твоей». Во всех случаях звучит это выражение. Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказали ему, и сказал ему Илья, извините, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба, то есть вдвоем, Елисей и Илья. Итак, мы опять следим. В Галгале приходит слово, «Я буду восхищен, приближаясь к Вифилю и сыны пророков, и сам Илья говорит, «Останься, жив Господь, жива душа». Приближаясь к Иерихону, «Останься, жив Господь, жива душа», направляются, направляются к Иордану. Место, где все произойдет. но никто этого не знает. Мы читаем, мы деловые, мы знаем, что произойдет, но когда ты там идешь, когда все внутри трепещет, годы за спиной, ни разу не подвел. И вдруг, и вдруг, Елисей понимает, я останусь один. С чем я останусь? Кто я буду дальше? Но внутри Его есть что-то, о чем мы проповедуем и знаем. И я хочу продолжить историю. Смотрите, 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их. Они знают. Знаете, это, можно сказать, большая церковь, которая знает откровения, которым открыто о сильном восхищении великого человека Божьего. Но никто из них не знает, что помазание пройдет на того, кого они подкалывают. Кого они подкалывают. А знаешь ли, что господина твоего знаю? Молчите. Послушайте, дорогая церковь, и здесь очень сильное слово. А они оба стояли и у Иордана. И вот эта картина, группа пророков, Иордан, Елисей, Илья, все знают, что что-то произойдет, что восхищение будет над главой. И все наблюдают. И взял Илья милость свою и свернул и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда, и перешли оба посоху. Вот смотрите, момент разделения. Момент разделения на высоком пике помазания Божьего в Израиле. Иметь откровение, знать, что произойдет величайшее событие, которого до не было. и люди так и не вместили свой мозг, что надо не стоять смотреть, а надо всем идти и перейти Иордан. И эти группы по 50 человек, сколько бы их там не было, они так и остались на той стороне. И Писание говорит, Илья на их глазах совершает величайшее чудо, не было такого, чтобы кто-то ударил по воде, и вода раступилась. Это повторит потом еще один Божий человек, но до этого. И вы знаете, очень сильно это слово для меня, оно важно. Когда они перешли, Илья сказал Элисею, потому что я так думаю, я позволю себе так рассуждать, Илья видит уже небо, он видит эти конницы, он видит эту огненную колесницу, а эти все, что видят, только видят двух людей, и им всего лишь любопытно, что будет дальше. И видели ли они их уже на той стороне, это вопрос. И проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. и сказал Элисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Боже мой, кто тебя научил так просить? Аксу когда-то научили так просить, когда он тебе предложит одни источники, попроси другие. Это человек, который всего лишь носил воду, поливал ее на руки, который носил одежду своего господина. Он говорит о внутреннем помазании, который имеет Илья. Он говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. сказал он, трудного ты просишь. И вот ответ для всей церкви. Если увидишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будь. И мы продолжаем эту историю, когда они шли и дорогою разговаривали, о чем говорили, мы не знаем. Вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. И решили Елисей смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Кто по-настоящему любил Илью и признавал его своим отцом и конницей Израиля. А этот Израиль даже не захотел перейти Иордан. Элисей разодрал одежды свои, потому что понимал и осознавал эту разлуку. Я не об этом. Я добавляю эмоции. Я хочу, чтобы мы все сегодня в это утро прочувствовали глубину этих отношений. Здесь, если посмотреть в общем, это говорится о глубоком внутреннем действии в церкви. Чтобы получить большое помазание, нужно было что-то увидеть, нужно было идти. Пророки знали, у них была такая же возможность, но не пошли. Никто не захотел, не пожелал стать участником или очевидцем сверхъестественного события, которое больше не повторится. Мы с вами молимся о Божьей благодати. Мы молимся о великих чудесах Божьих, которые сегодня способны сохранить церковь церковью и народ народом, Божьим народом. И сегодня я хотел бы спросить у каждого и себя также, в каком числе я? И для меня очень удивительен Бог в этой истории, который не скрыл ни от кого о грядущих событиях. И сегодня вся земля зналит, что близок день, когда огонь придет на землю и будет жечь ее, а в этом огне церковь его уйдет. Но я сегодня хочу с вами рассуждая говорить, почему, почему вы не стали участниками этого великого сюжета, почему хотя бы что не быть очевидцами, что значит наблюдать издалека, они стали напротив, другими словами, стали против. восхищение Илии это было явное проявление Бога для всего Израиля. Кто его увидел, скажите. Понимаете? И мы с вами живем во время, когда действия Святого Духа не могут быть отложены. Без действий Святого Духа, без откровений и всего этого процесса движения церковь не может быть восхищена. И Бог открывает об этом как никогда в наши дни. Вы знаете, когда ты остаешься в стороне, ты пропускаешь всю работу Господа, которая совершается. Ты просто ее пропускаешь. Не способен видеть и тем более быть участником. Действия Духа Божьего. Для тех, кто из новообращенных, чтобы вы знали эту историю, Елисей вернулся и повторил подвиг своего Господина, раздвинув воды. Вы меня слышите? И помазание на нем было вдвойне, потому что пошел до конца. и шел до конца, хотя большинство масса говорила останься. Но он пошел до завершения. Я хочу перейти еще к одной истории. Она описывается в книге Исход, 20 глава, 21 стих, очень кратко, и потом мы посмотрим в общем на всю картину. И здесь написано «И стоял народ вдали». Еще одна история. Огромный народ. А Моисей вступил во мрак, где Бог. Итак, смотрите, люди знают, что там, вот в этих громах, молниях, в этом облаке Бог. люди могут войти в присутствие Бога, но не предпочли остаться в стороне. И Моисей вошел. Знаете, дорогая церковь, братья и сестры, во все времена существования церкви на земле подобные события имели место. Павел описывает о некоторых людях, которые были с ним, как верные люди. Он говорит, они оставили меня. Он не описал их, как водимыми духом святым. Он описал их и даже говорил, стерегитесь их. Говоря о великом служении, очень важно понимать глубину внутри, а не снаружи. Еще одну историю я хочу посмотреть. В Ветхом Завете описывается огромная церковь. как минимум ее насчитывало 32 тысячи мужчин, не считая женщин и детей. Она описывается, эта церковь, я использую слово церковь, в книге судей. И хочу тоже вместе с вами посмотреть. Да, это народ, правильно, это Божий народ, разве мы не можем сказать, что это церковь? И смотрите, все люди того времени из народа Божьего из народа Божьего имели скорбь. Все люди имели боль. Вы следите за мной? Писание говорит, когда их поля созревали и наступило время жатвы, приходили враги и сжали их урожай. И Слово Божье говорит, народ так сильно обнищал, весьма обнищал. И я хочу спросить, эта проблема была некоторых или всех? Когда мы говорим, что тот болеет онкологией, там разрушилась семья, там развелись, это проблема тех, кто болеет, тех, кто развелся, тех, кто кого оставил, или это вопрос всей церкви? Скажи, и вот Господь говорит Гедеону, собери людей. Собирается 32 тысячи человек. Бог посмотрел на них, Гедеон этого не до конца вообще не понимал. И он говорит, он подсказывает Гедеону, знаешь, давай спроси у этих людей, кто боязлив и труслив, пусть идут домой. Сколько ушло тысяч? 22 тысячи. Я не знаю, что бы я сделал. Две третьих церкви боязливых и трусливых. Я не знаю, но Гедеон каким-то образом удержался, потому что с ним говорил Бог. И следующий шаг иди веди. Вы знаете, всегда Бог будет продолжать свое водительство. В итоге те, которые просто пьют неразборчиво, пусть уходят, которые не понимают, что я хочу сейчас сделать, нет познания духовных процессов и остается 300 человек. из 30 тысяч спаслось 300 человек. Страшноватая цифра, правда? И вот смотрите на этот момент. Гедеон делит 300 человек на три отряда. Мы знаем эту историю. Я на что хочу обратить внимание? Книга Судей, 7 глава, 17 стих. Пожалуйста, высвечивайте вот это, чтобы мы следили, и сказал им, смотрите на меня и делайте тоже. Вот, я пойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. И Писание говорит, когда они окружили стан, Гедеон разбил глиняный сосуд, поднял факел и вострубил, и все повторили за ним. И Бог произвел сильное смущение в стане врага, и они поразили друг друга копьем. А теперь у меня вопрос. Кто из этих трех сот усомнился? А мне это не открыто. А кто ты такой, что я должен делать, как ты? А ты вообще из колена меньший. Вы меня понимаете? Вы видите силу единства? Духовные люди понимают, к чему я веду. Несмотря из того, что нас немало, Бог сформирует группу людей, через которых потекут водопады. но ты можешь остаться в стороне. В какой категории? Я говорю из ревности. Ревность моя основана не на ненависти или презрении, она основана на любви к Богу. Понимаете? мы стараемся молиться во все времена, как говорится, пробивая небо. Для чего? Для того, чтобы весь народ мог благоденствовать, чтобы филистимляне не уничтожали вашу жатву. Никто не усомнился, никто не выписывал свои понимания, взгляды, чувства единства. Апостол Павел говорит, подражайте мне. Павел, а ты не слишком ли о себе высокого мнения? И он говорит, как я Христу был. Никто из этих людей не говорит о подражении безумных вещей. И если сегодня проповедую и говорю, братья, сестры, войдем в пост, подражайте, нужно сложить дрова, подражайте, нужно быть в молитвах, подражайте. мы говорим о церкви последнего времени. Мы говорим о предстоящем восхищении. Позвольте мне сказать, как образ на той стороне Иордана восхищения не будет. Что мне братья сказали, заметили, что во время вечерних молитв у нас есть люди, как минимум один человек, который молится, но в верхнем зале, туда вот вниз сойти. Почему твоя молитва в грех? Так говорит Библия. Так говорит Писание. Остановитесь вознесенные в своих глазах самих себя в духовных дарах, помазаниях. Никогда вне тела, сердце не имеет жизни. Запомните, книга притч, она так и называется книга притч. И вы знаете, 27 глава 10 стих, маленькую часть прочту, время буду экономить. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Это не значит, это не значит, что там брат, ты не брат. Он говорит в этой мудрости об глубине взаимоотношений. Весь Израиль был народ, все мужчины были мужчины. Их объединяла одна боль, их объединяла одна нужда, их двигала одна цель. И сегодня мы говорим о церкви. Человек должен заботиться о своих взаимоотношениях не только с родными, но и с другими людьми, с дальними, ближними, всех, кого не призовет Господь. Этот стих принадлежит всем. Он показывает и говорит о ценности дружбы. Люди говорят, пастор с нами не общается. И я хотел бы спросить, как вы хотите, чтобы я с вами общался? То есть у вас нет ответа. Вы понимаете? Что значит общался? Это быть вместе здесь, это быть вместе в молитве, это вместе носить дрова, это вместе стоять на колени, это делать вместе. понимаете? Глубина в этом, это время, когда Иисус с учениками спит, ест, ходит, плачет. Глубина. Давайте посмотрим Новый Завет. книга Деяния, 2 глава, 14 стих. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие, да будет вам известно. И внимайте слова моим. Смотрите, Петр же, став с одиннадцатью, он им дал команду, встал Петр и встали все. И когда Петр начал говорить, все одиннадцать, которые рядом с ними стояли, они не говорили, но их присутствие с рядом Петром, находясь рядом с Петром, говорило, мы говорим то же самое, что говорят его уста. Мы едины. Мы вместе. И вы знаете, что речь Петра произвела покаяние тысячи людей? Тысячи людей. Кто-то мог сказать, ты, Петр, поговори, а я посижу, а я посмотрю, я послушаю, этого не было. Я сегодня не просто проповедник, я могу смело сказать, а сегодня уста Господни. И это будет какой-то переломный момент в судьбе поместной церкви. У меня все дрожит внутри от Божьей силы, от не от каких-то человеческих эмоций. Я даже проповедую не так, как обычно. Один человек, который ушел в вечность через мученическую смерть, Джим Элиот. Это была группа из пяти миссионеров, которых убили индейцы. Высадившись на одном из континентов они обнаружили живущих там. Из проповедей Евангелия они захотели установить с ними контакт, чтобы рассказать им об Иисусе. Те люди восприняли их как за врагов и они их убили. Позже Бог произведет там пробуждение. Но этот человек однажды сказал такую фразу, ее повторяют, прошли десятки сотни лет, наверное, даже сотни лет. Эту фразу повторяют многие, но она принадлежит Джим Элион. Когда придет время умирать, убедитесь, что все, что вам нужно сделать, это умереть. И он поясняет, умереть не проблема, но перед тем, как умереть, запомни, что все, что нужно было тебе сделать, ты сделал. Павел практически заявил подобное. Когда пришло ему время оставить свой земной путь, он сказал, веру сохранил и течение совершил. Нам важно выполнить свое предназначение церковь. Поймите, все то, что я делаю в жизни церкви перед вами, нет ничего сокрытого, невозможно не увидеть Божье благословение людей. Говоря о молитвенном доме, о христианском центре и многие другие сюжеты, которые время от времени проявляются сверхъестественными чудесами. И мы это не видим, да? Когда в нашей жизни мы подходили к моментам Иордан, да еще при развиве, Господи, что делать дальше, как дальше идти? И молитва раздвигала эти Иорданы, и мы продолжали идти, строить, соседать и служить. Не правда ли, а? не правда ли церковь? Заканчивая это слово, я очень быстро вложился. Хочу оставить вам несколько советов. Первое. Познавай Бога. Что я имею в виду, когда ты будешь общаться с Богом, сможешь воспринимать Его мысли. Общаться с Богом это пребывать в молитве, это пребывать в слове, это пребывать с народом Божьим. Есть такое выражение мирское, оно не очень красивое, я даже из-за кафедры выйду. С кем поведешься, от того и наберешься, да? Это люди мира придумали, но в нем какое-то зерно все-таки имеет место, не правда ли? Если ты не общаешься с людьми, вводимыми духом, какие мысли у тебя? Вы меня понимаете? Итак, общайся с Богом, общайся с церковью, и Бог будет наделять тебя своими мыслями. Его замыслы откроются в отношении тебя. Я говорил, что я максимум открыт. я замечаю люди, которые очень верные по отношению церкви ко мне, несут служение, трудятся, потом что-то с ними происходит. Где-то с кем-то пообщались. Я называю вещи своими именами. Я повторюсь, и я готов даже умереть за эти слова. Я сегодня уста Бога. я возвещаю не проповедь. Я несу то, что Бог давно хотел сказать каждому из нас. Близкое общение с Богом, оно помогает понять мне мое предназначение и шаг за шагом идти к этой цели. вы знаете, что любое дело, которое мы совершили, и оно удостоилось успеха, оно встречало на пути столько препятствий и атак, что можно было бы подумать, что это знаки, которые посылают Бог, чтобы тебя остановить. Но Бог никогда не разрушает добро, тем более злом. Второй совет, который я хочу оставить, любое призвание в служении, к добрым делам, какой-либо работы, начинается с самого себя. Мы молимся о пробуждении, но нам нужно прежде пробудиться. любое призвание, оно начинается с самого себя, то есть, когда я понимаю, кто я есть, и какие внутри у меня мотивы, мысли, к чему я двигаюсь. христианин, я в церкви, но я думаю о земных вещах, которые вообще не связывают меня ни с Богом, ни с церковью, ни с семьей, надо что-то пересмотреть. Надо что-то пересмотреть. Я должен разобраться сам себе как личность и распознать свои дары. Слово дары, я сказал, повторившись, свои. Не распознать дары Святого Духа в себе, их не надо распознать, они либо есть и проявляются, либо нет. Распознать свои дары. И многие из вас распознали дар петь, дар играть, дар вспоможения, дар слова, дар молитвы и список не заканчивается. Понимаете меня? Когда мы распознали это внутри, что мы с этим сделали? Мы начали в этом жить. А Павел дает учение в дарах, что нужно упражняться. И мы начали развивать это. Когда первое чудо было совершено в Кане Галилейской, Иисус сказал маме Марии не время, а она даже как бы и проигнорировала его, повернулась и сказала служителям, все, что он скажет, сделайте. Мама знала дары в нем. Она его воспитывала. Не она наделила их дарами, но она видела что-то в его жизни. И когда мы говорим о церкви, мы порой приглашаем того или иного человека, попробуй там, попробуй здесь, потому что мы что-то видим. Но этого мало видеть мне. Надо, чтобы ты увидел это в себе. И поэтому, дорогие братья и сестры, многие из вас, кому я приходил и предлагал заняться подростками, заняться молодежью, заняться тем или иным служением. Мы увидели вас даром. Вы меня слышите? Но у некоторых уже годы прошли и так ничего не увидели. Когда-то Вячеслав Иванович, побуждая меня к проповедям, что-то во мне увидел. Я ничего не видел. И я выходил за кафедру, у меня ничего не получалось. Любовь Павловна сидит, другие сестры сидят, ноги уже на небе. Вы говорили, мне признавались, что я ногопхни за эту кафедру. Я ничего не мог. Но когда Бог поменял мое мышление, ты избран от чрева матери, ты исцелен для того, чтобы служить народу, вдруг что-то начало получаться. Представление о себе как личности годной Богу. А теперь смотрите, на каком осле Иисус въезжал в Иерусалим? На объезженном или нет? А? На молодом, необъезженном. А что Он мог сделать? Сбросить наездника. Да? Но Иисус сказал, скажите хозяину дома, что Он надобен Богу. Вот ты нет, не осел. Ты просто надобен Богу. И закончу этим выражением. мы всегда делаем то, что исходит изнутри нас, из того, какие мысли в нас, кто мы есть на самом деле. Понимаете, Иисус сказал, по плодам узнаете их. если человек не живет служением, какой бы не был бы артист, он может сыграть это на один час, на два, на день. Вы меня слышите? Но не на годы. Если человек живет пением, заточить его в тюрьму, что он там будет делать? Петь. Если человек живет проповедью, закройте его в тюрьму, что он там будет делать? Что он там будет делать? Вот почему в Сибири много церквей. Туда сослали лучших проповедников Советского Союза. И они там произвели через скорбь и смерть величайшие дела. То есть смотрите, друзья, если профессиональный повар живет тем, чтобы готовить и закройте его в лесу, что он сделает? Он сделает потрясающее блюдо. Он соберет каких-то листьев, ягод, там, что-то. Он обязательно приготовит пищу. Если ты этим живешь, тебя ничто не остановит. Знаете, это как мама. Есть ее деньги или нет? Мама отдаст последнее. Правда? она снимет с себя одежду и замерзнет, но ребеночка укроет. Сколько свидетельств в концлагерях мамы накрывали собой, от холода умирали, но ребеночка сохраняли. Церковь как мать. Люди, глава церкви, Бог, Иисус, жених, неужели мы не поймем? Все процессы жизни они происходят в утробе. Понимаете? И там внутри лучшее забирает ребенок. Там внутри. И поэтому беременность оставляет свой опечаток на лицах женщин. те морщины, те синяки под глазами, правда? Те боли в спине, те боли под ребрами, потому что все подпирает. А ты то жизнь носишь. Жизнь. Вы понимаете, люди, когда мы говорим о церкви, давайте мы поднимемся. Когда мы говорим о церкви. Разберись себе, дорогой мой друг. Можно у вас спросить что-то? И опять же, я это говорю из ревности. Ревность основана не на ненависти или на презрении, а из любви. можно вас спросить честно, открыто? Я когда-нибудь учил вас какому-то безумию? Вы обнаруживали в проповедях, которые я проповедую, какое-то несовпадение? Придите мне, скажите. Если люди в этом служении, кому я отказал в молитве, скажите. Я хочу спросить вас, братья и сестры, я хочу спросить вас. Знаете как, если тебе дискомфортно в церкви, если тебе плохо, если ты себя чувствуешь здесь как-то не очень, посмотри почему? Знаешь, что будет дьявол говорить? Плохая церковь, плохие люди, плохое служение, все плохое. Нет, это дьявол тебе говорит, потому что церковь плохой не может быть, даже если она будет из трех или пяти человек. Она не может быть плохой, поймите, просто в природе, в сущности это невозможно, потому что Иисус никогда не был плохим, а Он глава церкви. Люди, как вы не поймете? И что вы будете бегать туда, сюда? Послушайте, проблема не в церкви, не в церквях, не в пасторах. Посмотрите, кто вы за личность, почему вас носит. Знаете, не дух Лесаула движет порой туда, сюда, всех подозревает, все плохие, а эти все молятся за тебя и тебе хорошо, а ты даже и не знаешь. Безусловно, есть, когда Бог пересаживает. Безусловно, когда Бог ведет, безусловно. И нельзя противиться Божьей воле. Но это помазание, это служение, это перейти и ордан, это милость или в моей руке, которую я ударю по воде, и она разойдется. Понимаете? Я не хочу вызвать жалость, я удивляюсь от людей, которым Бог явил все в их жизни через служителей, и они заходят в церковь. Я приветствовал их при входе, и они поворачивают голову в сторону, якобы тебя не заметили. Дверь всего лишь 90 сантиметров шириной, и не протянут тебе руки. Меня это не ранило абсолютно. Я вижу этих людей, идущих в ад, при всех их искусственном благочестии. И мой голос сегодня из любви покайтесь, остановитесь, люди. Я сегодня уста, Господни. послушайте. Итак, мы сделаем вывод. Во всех историях, которые я принес через Священное Писание. Первое, единство. Второе, выбор самого человека. И самое главное, что все, нет людей, которые бы не знали, что происходит. В судьбе Гедеона и Израиля все знают, что происходит. Враги делают их нищими. В судьбе Илии все знают, что Илия Божий помазанник, что Бог его заберет. Все имели откровение. В судьбе Петра, в судьбе Павла, в судьбе Христа нет ничего сокрытого у Бога в теле. Но весь вопрос в человеке. Или я иду, чтобы стать участником. Давайте скажем слово участник. Или очевидцем. Очевидец это который стоит в эпицентре. Смотрите, Иисус собирает учеников. Последняя мысль, последняя мысль. Купите мне куда-нибудь билет на дни десять, и мы с женой с удовольствием уедем. Честное слово, вот искренне говорю, больше десяти лет никуда не в одном отпуске. Просто хочется отдохнуть. Вот честно. Вот спонтанно так сказал. И вы знаете, представляете, Иисус, и вы от меня отдохнете просто на десять дней. И вот Иисус берет учеников одиннадцать, потому что одного нет. Понимаете? вот Он ведет их. И вот представляете, они уже обрадовались, а Он их так, ну, молодцы, ребята, ну, ну, ничего, всякое бывает. Нет, Иисус не лицемерил. Он очень резко упрекнул их. Пастор, ты такой резкий. Благодарите Бога, что и она крестителя здесь нет. Он очень хорошо умел говорить. Петра нет. Да? И Христос упрекнул их за жестокое сердце, за то, что, видя Его воскрешен не поверили. Но Он их привел к месту. Может быть, Он даже их построил вокруг себя. И потом поднял руки и благословил. И они стали очевидцами. А потом каждый из них станет участником восхищения от этой земли. Господи,